Я знаю Ёсика еще с юных лет. Он будет сыном моей Амашки, отца Амашки и дядя Уреля, как вы уже сказали. У моей Амашки было шестеро детей, четыре сына и две дочери, Исаак, Малышев, Ёсик, Илюша и две дочери, Шура и Света. Из этой семьи пока вот нет. К сожалению, несколько для нас двоих это Исаак и Ёсик. Ёсик рос, конечно, тоже в тяжелое время. Это было довоенное время, когда в лесосень была разруха, тяжелая была жизнь. Но, тем не менее, дети мои Амашки, они не сломались, все выросли достойными, прекрасными, настоящими, порядочными людьми. Ёсик по своей физической стиле, он очень по здоровью, физически, крепким памятник, я его помню. Когда вот они еще жили, он был лет, может, 18-20, они жили на Бухарске, и дома он поставил турник, они его поставили. И вот ребята с улицы приходили, и на это перекладине они делали всякие упражнения. И Ёсик сделал такое солнце вокруг этого турника, турник не выдержал, и он поломал руку. Помни, как он ходил за это, у него был гидс. С ранних лет он приобщился к труду, и сам своим трудом добывал себе на жизнь, не обременяя своих родителей. Ростом самостоятельный, радостно стал работать, и он, значит, шурик шлакки. По-моему, что-то генки-то делал бы, занимался, но он был достойным порядочным человеком. Они, значит, переехали в Тушанбе, Тушанбе встретил нашу Риву, и создалась крепкая дружная семья. В этом браке у них два прекрасных детей, Юра и Дима. Он создал хорошую, прекрасную семью своим трудом. Я помню, вот, из его рассказов, как они, вот, вместе с Ривой, как они были, одна из первых из нашей семьи, была первая эмиграция, которая приехала в Америку, да. И, да, в Москве были еще там. И, вот, работали очень тяжело здесь, в детском рассказе, они вели овощные магазины, там разные бизнеса были, где-то они теряли, где-то находили, но семья развивалась и росла. Слава Богу, достигли очень большого успеха. Вот. Йосик, как уже мы говорили, что очень был добрым, порядочным человеком. Он был гигардос, он любил своих родственников. Он помогал, и никогда... Люди не знали, кому чем он помогает, как он помогает. Он это делал бескорыстно, и безвозмездно, и без адресно. Вот. Когда мы приехали в Америку, он очень любил моего папу тоже. И он каждый день приходил, да, он любил. И каждый день он приходил, каждый день приходил, навещал папу. И приходил он, и с пустыми руками сюда что-то проносил, там, какие-то покупочки делал, там, группы, да, да. Но если день, два, Йосика нет, папу спрашивал, а где Йосик, почему они приходят? И когда уже что-то такое приходит? Он же чувствовал, что если бы не приходить к нему. Он так привязался к нему. Здесь, в Америке тоже. Ну, что можно сказать?